Давно руки не доходили покушать какие-нибудь местные вкусности, типа вот таких вот вафлей. Ну вот, наконец-то, все-таки решил попробовать. Час настал. Сейчас. Вот так они готовятся. Интересно. Да, кухня, конечно, такая специфическая, открытая, совсем нечистая. Ну, никто не травится, я думаю, все в порядке. Очередь всегда стоит. Я думал, что уже возьму сейчас в руки свою долгожданную порцию вафлей, но их пока повесили отдыхать. А, вот, упаковывают. Отлично. Спасибо. Такая замечательная упаковочка, пахнет очень вкусно. Очень прикольно. Почему я не пробовал раньше, я не знаю. Иной раз вместо какого-нибудь мороженого можно позволить себе вот такую сладость. Хрустящая снаружи. И мягенькая внутри. Да? Прикольно. Так. Вторая серия. Пробуем вафли в форме блинчиков. Вот этот блинчик раскатали. Намазали пару слоев какими-то там всякими штучками, типа сгущенки, крема. И теперь все пойдет в ход. Вот так вот. Приятного аппетита. Хочу рассказать, что я два года не пробовал вкусных сладких вафлей ни разу. И все говорили, попробуй. Везде очереди стоят. Все любят эту еду. Сегодня я уже пробую второй вариант. Первый был кругленький, пушистенький. Второй вот такой сэндвич. Вариант сэндвича. И таких вафельных местечек на каждом шагу. Так что теперь я большой поклонник раз в недельку скушать какую-нибудь вафельку. Очередная вафельная фабрика. Уличная. И я уже в который раз не могу пройти мимо. Все. Пристрастился. Прикольно. Ладно. На самом деле шучу. Попробовал пару раз и хватит. Периодически, конечно, буду проходить мимо. Все-таки вещь жирная. Но иной раз можно и попробовать. Все. Всем пока.